Будда в городе подкаст пространство где можно дышать и говорить Давайте Галина включайтесь Доброе утро Валера Доброе утро группа Я подключилась на фразе распознавание внутреннего состояния И вот эти три слова они настолько сопровождали меня всю практику сегодня Распознавание внутреннего состояния Это было как таким направлением моего внимания И особое переживание было в животе Когда вы сказали живот Не только его отпустить, а глубина живота Именно это внимание внутри живота Как много внутреннего движения в этой неподвижности И настолько там было уютно, тепло, хорошо Реально исследовала весь свой живот Такое ощущение, что там вообще никогда не было настолько глубоко Вот эту глубину, вот эта глубина И что интересно было, когда вы озвучили следующую часть нашей общей практики Расширение внимания Аж внутри что-то ёкнуло в животе Ты что, уходишь? Типа, интересно, как? Чего ты уходишь? Расширение внимания И мне пришлось опять вернуться Как-то так успокоить Я здесь, я есть Моё внимание здесь остаётся Вот, ну вот на расширение Когда слушается, видится Вот И опять вот Я каждый раз слышу что-то новое, Валера Это мне так всегда интересно Слышь, сидится, слышится, видится И вдруг сознание осознаёт И вот когда я тоже дала возможность этому сознанию Самого осознавать У меня на самом деле вот больше свободы какой-то появилось Вот, ещё плюс к этим всем Ещё и сознание само осознаёт И всё И вот это отпускание дела у меня получается Ещё больше Более интересное как для меня Вот Поэтому отдельное спасибо Ещё у меня благодарность Знаете, у меня сегодня как-то с утра такая благодарность От этой практики И Я реально наблюдаю изменения, которые происходят Вот в моём Делании или неделании Творчество, как вы сказали Смогу это сотворять жизнь Потому что у меня всегда это вопрос Типа Моё делание или неделание Что сотворяет жизнь в итоге Ну Да И Вчерашняя тема была очень интересная Вот про любопытство Да Потому что Вот когда вы говорите Путешествие героя Ну понятно Путешествие героя И вдруг я поняла Что в моём путешествии Любопытство Это реально вот мой Ну рабочий инструмент И он у меня действительно вот на кончиках пальцев Вот когда любой сигнал Если вот вперёд выставляю Вот это любопытство Вот при этом такое мягкое Нежное Вот такое Типа детское Ну такое внимательное Тогда как-то вот Тогда и мета в момент Таким-то образом возникает Вот как Для меня это Ну Инструмент реально рабочий И вчера ещё была тема Вот по оформлению Ритуалов Какая тема? Оформление 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 Вдруг это вот Этот ритуал Я сейчас подумала Что я могу это оформить Практически каждый вечер Потому что Когда в течение дня Вот приходят эти Ну факты Да Реальной гибели людей И если действительно Оформить в такой ритуал Вот Не только Вчера получилось Не только по бабушке И там По всем родным и близким А вообще По Как Помянуть Всех Кто из этой жизни уходит Или ушёл Потому что Вы знаете Да Мой колокольчик Всегда со мной Это как Каждое утро Как пробуждение После сна Да Я его Вот И возможно Перед сном Да Владимир очень благодарна За То Я действительно вспомнила Что можно же перед сном Посидеть Понимаете Ну я забыла реально Перед сном посидеть И вот как-то Оформить этот день Завершить его С таким вот И уйти в сон Как вот В небытие Для того Чтобы утром Опять пробудиться Благодарю За практику Всем хорошего дня Спасибо Да Ну вот Я тут пару слов скажу Что вот Я в всех случаях Свою задачу вижу В том Чтобы Ну вот Я предлагаю Там какие-то Вот маленькие Эти инструменты У нас действительно Как-то такое Получается Ну вот там Она практика 40-50 минут Происходит До 50 минут Где-то И Ну и Видите там Что внутри Есть много Элементов Мы как-то Переходим Из одного В другое Вот сейчас Дыхание Побыли А вот сейчас Расширились А вот сейчас А вот сейчас Всё И Ну С одной стороны То есть Я вижу Там для себя Две задачи Чтобы пока Мы вот это делаем Вместе Ну Вы обнаружили Для себя Какие-то элементы Которые для вас Больше работают И Вообще-то Я надеюсь Что эта практика Там как-то останется Там с вами Именно в том виде В который Вы почувствуете Что она для вас Работает То есть Вот какие-то Эти инструменты Элементы Вы соберёте В свой собственный Там Какой-то Конструктор Вот Но в целом Ну как Я например Практикую То что Все вот эти Элементы Они собраны Как бы В один Ну то есть Когда я Например Сажусь Там один Сам с собой Я вот делаю Вот это То что называется Шикантата Просто сидеть Там в принципе Все это Присутствует Все Что мы Проходим Как бы Последовательно Там Это Одновременно Присутствует Поэтому Может быть Как-то Тоже Это Соберётся У вас Какое-то Общее Поле Такое Где Вот это Все Есть Одновременно Вот Но Как это И будет Собираться Это Собирается В личном Опыте Поэтому Здесь Уже Мне важно Предоставить Какое-то Поле Дам Дальше Оно у вас Будет Как-то Собираться Самостоятельно Вот Поэтому Для меня Лично важно То, что Галина говорит Что вы Там Каждый раз Что-то Находите Какие-то Новые Вот эти Для себя Инсайты Открытия Пусть маленькие Но они Вы находите Их Это очень важно Что Тем самым Вы обнаруживаете Что и как Для вас Работает И это Всегда Какой-то Диалог Вот вы Еще же Ну То есть Как сказать Вот я сказал Сейчас Что Когда я Практикую То это Как бы Единое Пространство Где Все элементы Собрано в один В единство Такое Но в любом случае Внимание Это оно Все равно В этом поле Оно Переходит Туда-сюда То есть Неизбежно Потому что Внимание Ну так вот Устроено у нас Просто оно Избирательно То какая-то Мысль появилась Там скажем То ощущение То звук Там еще что-то Еще что-то Еще что-то И вот эти Разные аспекты Какие-то Получается Что Сегодня Я просто Начинал Там Многие Опоздали Я там Несколько слов Говорил До начала Что Мы Вниманием Фактически Опираемся На нечто Да Вот какой-то опыт У нас есть Я вижу камеру Я опираюсь На этот опыт Своим вниманием Я осознавая Я осознаваю Что я ее вижу Я слышу звук Я опираюсь На этот звук И так далее На какое-то Ощущение И так далее И Получается Что это еще Можно рассматривать Как определенный Диалог С чем-то А вот вы Сказали Что вы Вконтактировали С животом Ну что Вы вошли В живот В этот Контакт С животом Фактически Возник Как бы Диалог Между С животом Вот этим Переживанием И вами Как тем Кто Ну вот Наблюдает Тем Кто Чувствует Переживает И вот Там значит Что-то происходит И Вы значит Куда-то Идете дальше В своем Внутреннем путешествии Ну тут просто Я вам Предложил Это Но в целом Если будете Сами медитировать Там Без меня То в любом случае У вас это будет Теремь как некое Такое путешествие По вот этой практике Внутри этой практики И вот у вас Внимание куда-то Повлеклось А это Предыдущая часть И она вам говорит Ну-ка стой-стой Подожди И вот это вот Важно Что этот диалог Мы все время Вот такой вот Мы как бы Так вот Ну действительно Разговариваем С какими-то Аспектами опыта Можно так Это рассматривать И при диалоге Как в любом диалоге Что мы делаем Мы договариваемся И вот здесь Очень важно Опять что Ну мы можем Рассматривать себя Вот тут много Сейчас у нас Разговоров Как раз В военное время Они обостряются Про идентичность Кто я Да вот Кто там На какой стороне Где я Что я И если мы Увидим себя Собственно Как некое Пространство Где очень много Разных частей Наша идентичность Не Ну какая-то Не одна Какая-то Штука такая Да Это вот Какая-то Сеть внутри Получается Что эти И часто Это противоречивые Ну какие-то Отношения Да Конфликтующие Отношения Одна часть Спорит с другой Частью И Может быть Воюет Как-то там Внутренне И вот если мы Возвращаемся Опять же К этому Пространству Сознанию То о чем Постоянно Говорю Что как вот Если я Это пространство Сознания А внутри меня Вот эти все части То вот Мы даем им Возможность Как-то договориться Друг с другом И с этим Пространством В целом Вот Они как бы Размещаются Еще одна метафора Это действительно Пространство Там Не знаю Комнаты Да Вот здесь вот Есть у меня Там разные вещи Стуль Там Холодильник Там Какие-то Софа Софа Вот Ну какие-то Вот эти вещи И вот Как они тут Будут размещены От их размещения Зависит В общем Конфигурация Общего пространства И если мы Так же Вот себя Почувствуем Но при этом Мы еще И в динамике Внутренней находимся Да То есть Если здесь вещи Я их разложил Но они какое-то время Будут лежать То есть Динамика тоже есть Там Перекладываю Подушки какие-то Переношу Что-то из одного Места в другое Но она Более медленная А внутри Все гораздо Быстрее происходит Такой поток Но в любом случае Если мы Вот Осознаем себя Как пространство В котором есть Различные Вот эти Фигуры Голоса Какие-то То как раз Наша медитативная Практика Может быть Тоже таким Примеряющим Что ли Событием Когда Они там Друг с другом Договариваются И с нами Как вот Ну как С целым Тоже С этим Общим пространством Вот Ну это Тоже Такой Отклик На то Что вы Галина Говорили Какие мои Комментарии Настя Я видел Что вы Подняли руку Первые У нас уже Четыре руки Но вы Я видел Первые В очереди Доброе Доброе утро Всем И спасибо За практику У меня Сегодня Не знаю Как-то Очень много Наблюдений Было На второй день Получается Отбрали Мое прежнее Место Для Медитации И обычно Перед окном Медитировала В кресле Там Комната у нас Холодная На полу Было очень холодно Сидеть Я сидела в кресле Ну и Ногам Не было Удобно А Теперь В этой Теплой комнате Я делаю Как обычно Как дома Когда-то Соорудила себе Из подручных Материалов Подушку Для Медитации Получилось Сесть Колени На полу В общем Обычно Свою устойчивую Позу И оно Конечно Так Устойчивость Ощущается Больше И Вот Там еще Где-то В начале Практики Было Там Где Мы сидели Наблюдали Вот Мы неподвижно Сидим А внутри Движения И внутри Ощущается Движение А этого движения Так много Очень много Все Все мое Воображение Все мои ощущения Вся моя память Все мои эмоции Очень много Очень много Движения Ну не говоря Уже Все движения Тело Дыхание А я Сижу Неподвижно И вот В этом Такая Устойчивость Ощутилась То есть Когда Просто Кажется Стоишь И наблюдаешь В нижнем В нижнем Само собой Каждый день Причем Очень Разные Оттенки Позавчера Я помню Я сидела И так вот Было хорошо В этом Все собой Все само собой Происходит А потом Заметила Что я веду Диалог И вот В этом Диалоге Так много Напряжения Прям чувствуется Как много Энергии Уходит На мыслительный Диалог А когда Вот просто Все само собой Мысли Проходят Убегают Так хорошо Так спокойно Только Начинаешь Вести Диалог Ты прям Чувствуешь Как много Энергии Уходит На то Чтобы ввести Этот диалог Непонятно Зачем Вчера Вот этот Момент Все само собой Получилось Вот почувствовать Я была такая Немножко Взбудораженная Вчера И в этом Моменте Почувствовалась Как раз И все Как щучок Какой-то Раз И все И расслабилась А сегодня Наоборот Какое-то Другое ощущение Вот это вот Сижу Все само Происходит И я вот Я вижу И я все Ощущаю И ощущение Такое Горечи От того Что я заключена В этом теле И мне приходится Со всем С кем Сталкиваться Я не хочу Допустим Этого А я сижу И сталкиваюсь Все само Происходит Вот я вообще Не регулирую Это Я просто вижу Просто слышу Я воспринимаю И Такое вот Чувство Горечи От заключения В общем Как по-разному Можно все Воспринимать И еще Хотела поделиться Не совсем Практикой А всеми Оттенками Которые сейчас Получается Проживать Вот например Как-то оно Раньше было Вот не знаю Вот есть Плохо И хорошо Ну относительно Да вот Мы там в Украине Защищаем И все как-то Вот вроде Однозначно Вот на нас напали И мы там Защищаемся А теперь Постоянно Какие-то Добавляются Оттенки Вот Не знаю Неоднозначности Того что Происходит Не только В Украине И в России И вот это Это было Когда Утонула Москва И вроде Так радостно Было Ну в том Смысле Что Не знаю Такая надежда Что меньше Ракет Будет лететь Что На юге Ну и вот Там еще В клипе Поет Хор Ветеранов И Так грустно Там Да Он поет Про то Что вообще Чат Ты теперь Вообще Страна Ну и там Так много Боли И кажется У нас тут Своя боль Там Другая боль И в этом Так много Оттенков Этой боли Так В общем Ну еще Больше Эмоций Стало Как-то легче Когда Плохо И хорошо Оно все Неоднозначно Ну оно все Так Намного Сложнее Спасибо 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 Ну да Ну я Сначала По первому Вот чуть Скажу По поводу Самой практики Вот когда Вы сказали Что Ну в какие-то Моменты Вы чувствуете Вот эту Запертость В своем Теле Что сегодня Там все Происходит И вы Внутри Этого И этого Не избежать Да Да Это в общем Здесь знаете Как я Ну если мы Вспомним Вообще Откуда Вся наша Практика Появилась Из Истории Будды Там у него Была такая Ну как бы История Ну понятно Что легенда Но мы можем Посмотреть На это Как на метафору В общем-то Каждый Что каждый В общем-то Так или иначе Проживает Что вот он Когда осознал Что вот Есть смерть Болезнь Старость Да Вот эти Три аспекта И мы Действительно Это вот То что связано С телом Непосредственно Да Что Тело болеет Тело стареет Тело умирает Да А мы Вроде бы Как У нас есть Переживание Себя Внутри Этого тела Да Что вот И мы Тогда Получается Что у нас Какая духовная Жизнь наша Она более Свободная В целом Да Мы там Захотели Чем-то Подумать Там Куда-то Раз В своей Фантазии И убежал Совершенно Не касаясь Этой Телесной Жизни Там Еще Что-то А тут Мы Ну как Это нас Возвращает Вот в эту Дистанциальную Ситуацию А это Есть А ты В этом А тебе Неизбежно Придется С этим Сталкиваться Да Вчера С мамой Разговаривала Опять Ну в очередной Раз Каждый раз Поговоришь С ней А у нее Вот она Тело Просто Разваливается Она Все Стареет Стареет И все Она хуже Очень тяжело С этим Просто быть Ей самой И соответственно Я там Когда с ней Разговариваю Тоже Тяжело Ну вот И Будда Соответственно У него тоже Был этот Вопрос А как с этим Быть Тогда он Начал искать В своем поиске А там уже Были такие Вот югические Способы Ну такие Знаете Разные Способы Ухода В некий Такой транс Там Самадхи Это называется Шамадхи Когда Человек Как бы лишается Переживаний Вот этих Вот сенсорных Да Он выходит В некое Другое пространство Переживания Когда все Исчезает Когда тело Исчезает Когда контакт Когда Он не слышит Он не видит Ничего Но он осознает Ну или как-то Вот это сознание Там возникает Такое переживание Сейчас Блаженство Особое Вот И он там Бывал у двух Учителей По легенде На счету Одного научился Причем Вот дошел До каких-то Самых высот Так что Оба этих Учителя Они ему Предлагали Значит Уже Вести с ними Вместе Значит Эти Их Занятия Там Комьюнити Поддерживать Вот Но он Понял Что это не для него Что это не решает Его проблем Потому что Каждый раз После этого Самадхи Он возвращается Опять сюда В это тело Ему опять приходится Что-то Жить Что-то тут делать Там Жить Вот так И Ну вот И тогда Он как-то Отчаявшись Он пройдя Через свой Путь Такого Отчаяния Там он Какие-то Аскетические Также практики Пробовал Да Вот он там Спить Аскет Пусовался Еще Когда он Там Довел себя До Изменемождения Вот А потом Он вспомнил Что в детстве Он В саду Сидел Там Ну У себя Там У отца Сидел В саду И Просто Как-то Так Сел Присел Без Всяких Задач Каких-то Особых И просто Сидел Наблюдал Что происходит И как Это на него Снизошло Такое Вот Тогда Еще Ему Там В детстве Сколько Там Ну 9-10 лет Не знаю Сколько он Был Какое-то Такое Умиротворение Какое-то Принятие Того Что есть И он Подумал А что Если я Буду Вот Это Как Способ Попробую То есть Я Не буду Никуда Уходить От этого Вот От Телесности Переживания Но Вот И он Тогда Сел Под этим Деревом Под своим Бодхи Но Он Правда Дал Себя За Рог Что Я Не Не уйду С места Пока Значит Я Не пойму Вот Как же Мне быть Со всеми Этими Делами Старость Болезни Смерти Вообще Вот Вся Это Наша Эгостенциальная Ситуация И Сидел Сидел Пока Вот Инсайт Некий Не Произошел Но Сидел Он Именно Так Вот По легенде Именно Он Старался Так Вот Как бы Просто Вот Сидеть И Поэтому Потом В Дзем Буддизме Это Как-то Очень Так Продолжилось Да Они Решили Вернуться Именно К этой Форме Практики Как Основной Вот Здесь Получается Что Ну Мы Обнаруживаем Что-то Что Мы Можем В какие-то Моменты Чувствовать Себя Внутри Тела Вот Это Заключенным В нем Но Если Мы Ну Вот В этом Опыте И Вот То Что Вы Сказали Настя Когда Вы Много Всего Происходит Много Ощущений Много Переживаний Внимание Туда-сюда Бегает И то И сё И мысли И ощущения Какие-то Из них Приятные Неприятные Всякие Такие Сякие Можем Продолжить И сказать Что И смерть Болезнь И Старение Тоже Происходит Прямо Сейчас Но Где Это Все Происходит Вот Само Это Переживание Что Оно Происходит В Каком То Или В Какой-то Мне На Который Просто Сидит И вот Это Какая-то Стабильность Этого Присутствия Недвижимость Этого Присутствия И Ну Опять же Это Такой Очень Индивидуальный Опыт Но В принципе Как я Это По себе Знаю Он ведет Как раз К тому Что Какому-то Такой Опоре На Само Сознание Которому Сего Происходит Оно Связано С телом Непосредственно Телесность Переживания Но Может Нам Давать Особенно Поначалу Это Хорошее Такое Переживание Что Я Стабилен Я Вот Как Это Гора И Внутри Там Пусть Что Угодно Но Дальше Само Сознание Оно В себя Обмещает Вот Тут Опять же Это В опыте Вот Сейчас Я Пока Это Говорю Это Может Не Соотноситься Там Никак С Вашим Опытом Но В целом Это Может Возникать Именно Через Практику Потому Что Через Слова Через Истории Которые Мы Тут Описываем Это Как Бы Это Может Только Показывать Что Туда Можно Двигаться Ну И Тут Мы Можем Только Доверять Там Если Вы Доверяете Там Мне Что Я Говорю Что У Меня Есть Так Опыт Мы Можем Там Читать Книжки Люди Которые Говорят Об Этому Они Говорят У У Нас Есть Так Опыт И Можем Как В Это Верить Да И Просто Двигаться Если У Вас Так Опыта Нет Но Именно Через Практику Мы Можем В Какие То Моменты Хотя Б Улавливать Этот Отблеск Вот Это Кажется Что Это А потом Это Становится Может Становиться Все Каким Более Таким Четким Ясным Понятным Как Именно Это Что Есть Нечто Превышающее В Том Числе Тело Превышающее Все Ощущения Все Переживания Это Существует И Вот В этом Мы Можем Находить Эту Опору Когда Мы Не Уходим От Жизни От Мира Все Продолжается Все Течет Все Меняется И старости И болезни И все И все Чувства И вот Перекидываем Мостик К второй Теме К Экзистенциальной Которые Сказали Что Мы Вроде Тут Боремся И С одной Стороны Мы Радуемся Что Там Враг Повержен А С другой Стороны Сколько Эта поверженность Врага Принесла Горе Там И Тем Кто Близким Этого Врага Точно Та же Как Она Приносит Горе Нам Когда Наши Близкие Умирают И Вот Это Все Вот Эта Вся Многообразность Этого Вся Эта Жизнь Она Умещается В этом Сознании И Если Мы Улавливаем Этот Опыт Что Именно Это И Есть Я Это Бывает Освобождает Нас Потому Что Тогда Уже Не Я Внутри Вот Этого Внутри Тела Внутри Этих Событий А Они Внутри Меня Это Как Меняет Просто Позицию Но Это Пока Вот Когда Это Звучит В словах Это Может Быть Красиво Звучит Но Это Если Не Переживается В опыте Тогда Это Просто Слова Но Сами Слова Могут Быть Указателями Что В эту Сторон Можно Двигаться А Путь Он Такой Путь Нужно Делать На Уровень Слов Ничего Не Произойдет Поэтому Мы Практикуем Вот Мы Делаем Эту Практику Вот Такая История Окей Так Я вижу Еще Вот Оля С Сашей Руку Подняли Да Ну Скажите У меня Небольшая Сегодня Инсайт Случился Я Сегодня С утра Что-то Плохо Выспался И Сел Медитировать Так Немножко Не Выспавшись Ну Не Проснувшись Скажем Так И Ощутил Это Само Слово Пробуждение Вот Прям В Явном Виде Значит Как Это Выглядит То Есть Вот Когда Начинаешь Начинает Появляться Ну Как Начинаешь Влекаться В Какие-то Мысли То есть Мысль Пошла Или Даже Эмоция Вот Тут Ты Начинаешь Засыпать То есть Прям Чувствовал Как Начинаю Засыпать Реально И Когда Начинаю Осознавать Что Я Начинаю Осознавать Эту Мысль Я Просыпаюсь Пробуждаюсь То есть Вот Это В принципе Можно Порекомендовать Заниматься Практикой Вот В момент Недосыпа Тогда Можно Почувствовать Прям В реальном Времени Как Происходит То Самое Буддийское Пробуждение Вот Это Такой Один Момент А Второй Момент Про Значит Более Сложный Момент Связанный Вот С Эмоциями Ну Вот В связи С этой Всей Нашей Ситуацией Я Тут Как Б Не Ко Времени Впал В Толстовщину И Стал Противлением Насилием Ну И Как Б Столкнулся Естественно С Таким Такой Вещью Как Которую Люди Называют Как Святая Ненависть Вот И Значит Я Все Время Сейчас Думаю Как Это Ну Сопоставить Эти Две Вещи То есть С одной Стороны Не Убей Ни При Каких Обстоятельствах А С другой Стороны Вот Как Есть Ненависть И Есть Святая И Значит Здесь Вот По поводу Ненависти Сначала Ну Я Нашел Себе Такое Объяснение Может Быть Оно Кому То Поможет Вот Дело В том Что Я Нашел Для Себя Такой Образ Вот Когда Мы Говорим Давайте Представим Будду Который Сидит И В общем Как Б Решает Этот Вопрос Но Будда Для Нас Некий Такой Образ Который Довольно Далекий И Не Очень Для Меня Не Очень Звучит Вот Я Для Себя Нашел Другой Образ Это Сидящий Сидящий Индейц Вот Есть Такой Известный Индейц Индейц Себе Ближе Получился Да Мы Занимались Практикой Мы Играли В Индейц А что Индейц Он Сидит И Он Слушает Он Все Слушает Если Он На Что-то Отвлекается То Он Тут Потеряет Ну Как Б Потеряет Возможность Ответить На Что-то Другое То есть На самом деле Вот Это Ощущение Оно Алертности Такой Оно Не Просто Это Не Просто Некое Философское Понятие Это Вообще То Защитная Вещь И Вот В этом Смысле Ненависть Она Просто Непрактичная То есть Когда Человек Впадает В ненависть Он Фактически Затуманивается То есть Он Не Может Принять Правильного Решения То есть Вот Этот Индейец Который Сидит Он Хуже Всего Если Он Хуже Всего Ответит Если Он Пойдет В ненависть И Поэтому Как бы Просто Ненависть Или Любая Другая Эмоция Любая Мысль Которая Тебя Вовлекает И Вовлекает Тебя Она Затуманивает Твои Мозги И Ты Не Способен Ответить Рационально Не Способен Ответить Правильно И Возник вопрос К тебе Валера У меня Возник Как бы Небольшой Конфликт Между Буддой И Индейцем Между Индейцем И Индейцем То есть Вот Когда Я представляю Всего В нашей Медитации Судра Я начинаю Обездвиживать Ноги Фактически Но Это Противоречит Индейцу Потому Что Когда Я Обездвижу Ноги Я не Смогу В принципе Сдвинуться В нужный Момент И Вот Здесь Мне показалось Я пока Еще Не Докопался Что Вот Это То Что Ты Всегда Говоришь Вот Эта Любознательность Она Может Являться Ключом То есть Недоги Не Просто Обездвижены Они Но Если Я Начну Алертно Делать Алертными Чтобы Я В любой Момент Мог Спрыгнуть Как Этот Сидячий Буйвол Любой Секунду Могу Ответить Тогда Они Перестают Я перестаю Заземляться То есть У меня Земля Выходит Споднон Вот Этот Момент Пока Не Нашел Как Здесь Поступить Как Помирить Будду Идейца Пока Не Нашел Я могу Тут Ответь Сначала На Это Как Раз Но Ведь Это Мы Делаем Временно Действительно И Получается Что Если Мы Возьмем Тело И Как Метафору И Как Факт Мы Сидим Телом Мы Сидим В теле И Сама Эта Форма Сиденья Это Как Пирамидообразная Или Горообразная Что У нас Есть Хорошая Опора И Устремленность Сверх И Фактически Это Пространство Тело Внутри Него Происходит И Тогда Мы Тренируем Алертность Все время Нам Важны Два Фактора Заземленность Устойчивость Потому Что Иначе Нас Будет Сносить Сносить Этими Разными Переживаниями Если У меня Это Потихонечку Подает Сигналы Через Общую Нервную Систему Физиологию Действует На общее Состояние В том числе На психологическое На психическое Состояние Но Внутри Мы Поддерживаем Ту самую Индийскую Алертность Индийскую То есть Индийская Устойчивость Индийская Алертность И Тогда Получается Что Мы Организуем На какое-то Время Очень важно Что у нас Время Сидячей Практики Оно ограничено Ну там 40 минут Например От всех До сих Мы сидим И Фактически Что мы делаем Мы охотимся Во внутреннем Пространстве Мы становимся Этим Индийцем Который Охотится На что На эти Импульсы Внутренние На свои Переживания Как раз Сейчас Это происходит Я это Осознал Сейчас У меня Такое Станет У меня Воспоминание Пришло Там Что Москва Потонула Там Предположим У меня Возник Какой-то Комплекс Чувств По поводу Этого Предположим Я это Заметил Что со мной Произошло В этот момент Там Ты говоришь Там Ненависть Возникла Там Скажем Или Опять же Будда Ненависть Жадность Два Таких Важных Захватывающих Качества Нас Захватывающих Сознание Жадность Начинает Влечь Куда-то Схватывать Ненависть Тоже Влечет Но Через Оторжение Отвращение Оно Захватывает Силы Этого Оно Может иметь Множество Оттенков Зависть Ревность Какие Тут Эти Чувства Тоже Их Можно У всех Распределить Как-то В какой-то Спектр Мы можем Весь этот Спектр Поделить Вот на эти Два Одно Хочется Захватить А другое Хочется Оттолкнуть И Соответственно Вот Это действительно Когда эта Захваченность Происходит Мы можем Распознавать Это Вот в этот Момент Индейцы Это заметил Во внутреннем Пространстве То есть Внутренние Пространства Становятся Такими Джунглями В котором Он Как-то Этой Сельвой В которой Обитает Охотится На это Но Поймав Это Он Это Отпускает В смысле Что он Возвращается К этому Алертному Присутствию Он Замечает Так Ага Возникло И отпускает Возникло И отпускает Возникло И отпускает Возвращаясь Снова К этому Опоре Но Это Формальная Практика Она Просто нужна Как тренировка Как Такой Вот Тренажер Да То есть А потом Мы встаем И идем Действовать По жизни Беря с собой Уже эти навыки И там дальше Мы передвигаемся Мы перемещаемся Ногами Но Распространяем Это дальше То есть Ну Существуют Практики Например Даже В том же Буддизме Практика Ходьбы Ну Как Можно же Ходить Вот Тогда Ты На ногах Остаешься А есть Там Еще Какие-то Вот Настя Говорила Про Цигун Да Это Вообще Какие-то Связанные С движением С перемещением Но Таком Медитативном Поэтому Может быть Вы там Найдете Для себя Какие-то Варианты Ты найдешь Для себя Которые Тебе В этом Смысле Больше Помогали Ну Какое-то Расширяли бы Поле Исследования Вот Это Своего Вот А Еще Вот По поводу Того Что Ты С чего-то Начал Что-то От пробуждения Да Когда Засыпание Происходит Ведь Это Тоже Самое Да Вот В буддизме Это называется Клеш Или Клеса Да То есть Это Омраченное Состояние Омраченное Чем угодно Оно Может быть Омраченное Ненавистью Омраченное Там Жадностью Или Омраченное Вот этим Засыпанием Таким Да Тупостью Такой Сознанием Мутностью Его Да Какой-то И Вот Мы Тоже Можем И Это Тоже Обнаруживается То есть Когда Это Сознание Ясное Оно Включает В себя Все Это И То Что Ты Сказал Что Это Можно Делать Как Практику Но Вот Собственно Почему В Традиции Там Буддистской Есть Интенсивные Ретриты Где Мы Там Медитируем Вот У меня Самый Такой Был Самый Интенсивный 20 часов В сутки Мы Медитируем 20 часов То есть Там На сон Практически Время Не Оставалось И Вот Это Полу Обморочное Состояние Оно Важно Именно Как Такое Предельное Состояние Когда Мы Выходим На Какую-то Границу Возможного И Вот Там Работаем С Этим Ну Как-то С Интенсивным Переживанием Да Вот Это В том Числе На На Границе Сна И Бодрствования И Там Вот Обнаруживаем Это Ястость Сознания Которые Включают В себя Неясность И Это Сильно Может быть Интересной Практикой И Она Бывает Важной Для Тернировки Более Глубокой Поэтому Конечно Такие Интенсивные Ретриты Ну Имеют Смысл Что Не Просто Для Поддержания Вот Все Что Мы Сейчас Делаем В основном Это В рамках Такого Поддерживающей Каждодневной Практики Но Если Мы Хотим Как-то Глубже Проходить То Имеет Смысл Создавать Себя Чуть Более Экстремальные Условия Понятно Что Сильный Экстрим Для Многих Он Сразу Не Подходит Потому Что Там Ну Как-то Вы Просто Не Справитесь С Смысл Вот В том Числе Вот Где-то На границах Сна И Бодрствования Там И Причем Это Можно Делать Действительно Вот Вечером Например В постели Уже Где Я Уже Засыпаю И Все Еще Там Как-то Оставаться Чуть Побыть 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 Почувствовать Эту Границу Перехода Вот Я Еще Здесь 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 И Вот Как Я Ухожу В сон Вот Тоже Мягким Таким Способом Тренировать Вот Пограничность Сознания И Утром Тоже Просыпаюсь Спасибо Окей Спасибо Саша Владимир Вы Скажете Тогда Тоже Я сначала Проверю Слышен Я Или нет Слышно Но Звук У вас Такой Как бы Вот Он Слегка Дребезжащий Но Говорите Другого Тех А сейчас Вообще Нет А Вот Сейчас Скажите Да Нормально Вот Сейчас Отлично Отлично Да Просто Проверяю Вот У меня Сегодня Во время Практики Было Несколько Ну То Чтобы Инсайтер Скорее Ну Можно Сказать Инсайтер Ну Началось С того Что У меня Сегодня Такое Пасхальное Настроение Состояние Я чувствую Я все Пасхи Чувствую Потому Что У меня Много Всего Православную Иудейскую И так далее Вот Поэтому Какое-то Такое Все-таки Разоснащение И смерти И воскресения Иного Рождения Вот Во время Практики У меня Было Очень Сильное Сопротивление Укоренению Значит Вернее Не Укоренению А опор Вот Слово Опора На Что-то У меня Вызвало Сильное Сопротивление Ну Ну Не Не Почему Ну Вот Я Думал Что Я стараюсь Опираться На Пустоту На То Что Все Существующее Многосоставное В том числе Ощущение Опоры Вот Я С этим Какое-то Время Побыл Но Потом Это Ушло И Мне Стало Легче А У меня Такая Странная Метафора После Практики Предположим Я хочу С ней Поделиться Я смотрю Телевизор Вежу Какой-то Фильм Может Он Про Войну Может Это Порно Фильм Я Могу Отождествиться С актерами Этого Фильма И Погрузиться В Переживания Если Я Сохраняю Осознанность И присутствие Я вижу Я вижу Сценарий Например Могу Его оценить Хорошим Или Плохим Может Я даже Знаю Сценарист У меня Гипотезы Возникают Про Сценариста Я Начинаю Видеть Плохую Или Хорошую Игру Актеров Сюжет И прочее Но Если Я Глубже Встал Я вижу Что Это Телевизор Я вижу Может Даже Цветовые Пятна Изображение Распадается Я вижу Что Ничего В этом Сущностного Нет В этом Кино Но Вообще Телевизоре Я Представлю Верить Что В телевизоре Бегают Какие Какие Люди Стреляют Друг 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 Убивают Рождаются Может Будь Снова А Потом Понимаю Что Наверное Есть Какая-то Башня По которой Передается Сигнал А Где Вообще Башня А Может Смотреть На Это Кино И Что Там Происходит Набор Лет Световых Пятен Или Это Какая-то Очень Драматическая История С героем Который Путешествует Куда-то Орками Эльфами Которые Сражаются За Правое Дело Такое У меня Странное Размышление А Еще Тоже Случай Жизни Который Спал У меня Сегодня Я Однажды Я Много Лет Назад Первый Раз Стал Медитируть Меня Учил Дзенский Мастер Который Учился По Книжке Судзуки Росси Дзенским Начинающим Вот Он Однажды Он Меня Посадил Перед Стенкой Сарая И Говорит Смотри А что Делать Нужно Гору Просто Смотри Просто Я Просто Смотрел Я Долго Смотрел Но Через Какое-то Время Наверное Это Было Как раз На Сороковой Минуте Может Час У меня Стенка Сарая Раскрылась Я Вдруг Неожиданно Увидел Каждого Человека Который Проходил Между Стенкой Сарая Причем Не просто Человек А его Эмоции Его Чувства Вот Такая Многомерная Голограмма Я Ничего Не курил Просто Смотрел Это Правда И Вот Так Меня Каждый Сантиметр Стены Сарая Стал Такой Объемной Голограммой Я Страшно Испугался Долго Приходил Седа Потом Такие опыты У меня Повторялись Я понимаю Что Ничто На земле Не проходит Бесследно Все Оно Есть Каким То Образом Но Все равно Кто тот Зритель Который Смотрит На то Что Есть Для Меня Этот вопрос Пока По-прежнему Не решен Спасибо За Внимание Спасибо Спасибо У меня тут Есть Что Добавить Но Я знаю Я бы хотел Завтра Сереж Скажи Тебе Нужно Вот Сегодня Что-то важное Сказать Просто Я У меня Время Заканчивается Мне нужно Бежать Нет Я хотел Сказать Важное В моменте Завтра Просто Меня не будет Точно Совершенно Вот Но Меня Недолго Я Сказать Сказать Если Владимир Вы Все Ну В смысле Я Я Все Я Я Хотел Несколько Несколько Коротких Как бы Не знаю Ключевых Наблюдений Сегодняшней Практики Вот Значит Я Садился В таком Достаточно Дурном Расположении Духа Вот Мне Там На следующей неделе Предстоит Тяжелая Достаточно Презентация Вот Очень Неприятная Вот В которой Я В общем-то Меня Зло Разбирает Что я Не вижу В ней Смысла На самом деле Это Какие-то Ритуальные Пляски Вот От которых В общем-то Зависит Кое-что И я В каком-то Таком Моя Внутренняя Погода Была Такая Вот Недовольная Плюс К тому Мне недавно Налили Зуб И он У меня Как бы То, что Там Было Оно Болит Вот Это Тоже Неприятно Вот А дальше Я Как бы Вот Я сегодня Не опоздал Мы начали Сидеть И Я вдруг Себе Представил Что вот Передо мной День Да И я Как В неком смысле Как пахарь Да Вот этот День Это Поле Причем Это не Плоское Поле Которое Я вижу Все А там Какие-то Есть Холмики Да Что-то Я не вижу Что-то От меня Скрыто Этот Образ Просто Возник Поле Небо Над ним Такое Серое Вот А затем В процессе Сидения В какой-то Момент Я Погрузил Какое-то Странное Состояние Что у меня Исчезло У меня Остался Я закрыл Глаза У меня Остался Валер Только твой Голос Я понял Что я Как бы Ну Я где-то Не здесь Вот На этом месте В комнате Да А где-то Как бы Непонятно Где И вот Есть мое сознание Которое Слышит Голос Которое Что-то Говорит Как будто Он мне Что-то В ухо Где-то Что-то Отсюда Говорит Вот Это было Мимолетно Но это Было Очень сильно Вот После этого Когда мы Перешли К фазе Открыть Глаза Я Обсознал Что у меня Глаза Очень напряжены Я вдруг Ощутил Напряжение Дикое Совершенно Напряжение Как бы В глазах Это такая Очень Это как Сматриваешься В очень мелкий Текст Да Причем Я пытался Расфокусироваться То есть У меня тут Все двоится Начала Стена Там Сзади Которая За компьютером Вот Я не мог Понять Это я Напрягаю Глаза Или Расслабляю Я никак не мог Уловить Это ощущение Вот А потом Началась Фаза Но метте Иди от всего Вот чего-то Я даже Не знаю Чего В смысле Я догадываюсь Чего Но я не смогу Это сказать Ни сегодня Ни завтра Я не знаю Думаю Достаточно Долго А после Этого Пришла Такая Усталость Как будто Я пахал Я начал Я начал С пахаря Который Перед полем Я так Сейчас Сижу Я так Стекаю Мне так Мне здесь Тяжело Мне вот Тут Тяжело Я пошел Умылся Налился Огромный Чайник Чая Весь его Выпивал Сейчас За этот Чай Сижу Грею Руки Вот И Слушаю Вас И Вот Собственно Иду В день День Сегодня Тоже Такой Интересный Вот И То Что Настя Говорила Про Москву Я Поскольку Мы Вчера Говорили Последнее Что Из новостных Штук Это Тоже С практикой Соприкасается Вот Если Позволите Я Закончу Этим Что Как бы Я Последние Несколько Дней То Что Мы Вчера Говорили Что Вот Это Практиковать Эти Новости Специально Да Вот И Я Сейчас Вот Мне Начало Это Если Тут Уместно Такое Слово Нравится То Что Вот Окей Вот У меня Есть Пространство Я Вчера Когда Приехали Вот Мы Вчера Весь День Были В гостях Вот Мы Приехали Я Выключил Уже Ничего Не Включая Пошел Лег И Заснул Сразу Вот Раньше Одиннадцати Это Как бы Редко Со мной Бывает Так Вот А До Этого Пока Мы Вчера В течение Дня Я Имел Возможность Посмотреть Про Крейсер И Как раз И в фейсбуке Прочесть Некоторое Сопоставление Вот С Курском В частности Да Я На самом деле Когда Этот крейсер Затонул Я Не Понял Что И Потом Только По скриптам Через Несколько Дней До Меня Стало Доходить Этот Масштаб Произошедшего Это Тоже Трагедия Много Людей Погибло Судя По Всему Вот И Я Даже Не знаю Как Это Сейчас Сомкнуть С тем С чего Я Начал Но Это Просто Вот Тоже Это Некий Аспект Сейчас Моего Существования Что Это Во Мне Этот Образ Да И Вот Но Вместе С тем Вот Такой Сложный Это Как Тут Кто-то Тут Пошутил На днях Я уже Не помню Кто Что Инсайт Это Есть Банальность Принятая Внутрь То есть Пока Тебе Кто-то Говорит О своих Инсайтах Тебе Кажется Ну Это Понятно А Вот Оно Тебя Посетило Да Вот Где-то Тут И Думаешь Ну Вообще Слушайте Что-то Происходит Такое Там Внутри Перемалывается Ну Вот Собственно Вот Да Спасибо Хороший Такой Банальный Спринтель Да Это Очень Важное Что Как раз Все Наши Понимания Но Почему Я говорю Что Нам Важна Некая Практика Какая Это Практика Потому Что Она Ведет Нас Ко сайту Личному Пониманию Не Прочитанному Не Узнанному Откуда А Личному Пониманию Окей Спасибо Всем Большое С праздником Кто Сегодня Празднует Сегодня у нас Христос Воскрес Да У нас верное Сегодня И действительно Это символично Соединение Смерти И рождения Так что Тоже Можем Как-то Соединиться С этим Спасибо И до завтра Счастливо Пока Счастливо 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 Счастливо